В руках держу книгу. Ербол Шихид Карабаха. Это казахский парень, который родился и вырос в Джамбульской области, в Южном Казахстане. Через республиканский военкомат записался добровольцем в борьбе против оккупантов за азербайджанскую землю, за территориальную целостность Азербайджана. Почему он это решил? По его словам, по рассказам и воспоминаниям однополчан он знает хорошо историю Карабаха. И, естественно, он говорит, я буду бороться за азербайджанский народ, потому что мы тюркские народы, тюркские страны, мы, как говорится, родные по крови. Но, к сожалению, 20 апреля 1994 года Ербол погибает. Но тогда он был командиром диверсионно-разведывательного батальона. Его назначил национальный герой Эльдар Агаев. В его группе было 9 человек, один казах, он сам командир, и 9 азербайджанцев. Последний его бой был в Терпирском районе у Ахдеринского моста, где героически они погибают. До этого он 8 раз был в тылу врага, 8 раз, как говорится, уничтожал противников, дважды был ранен. Его боевой путь в Карабахе сейчас все уже знают, почему. Потому что я нашла его могилу на 2-й аллее Шехидов в Исамальском районе. Ербол Баренбетов, он пропал без вести. О нем никто не знал 28 лет. И через 28 лет, найдя его могилу, я сразу же стала публиковать в азербайджанских, как говорится, СМИ, в казахстанских, что есть такой парень, который официально, достойно похоронен на азербайджанской земле. Я себе дала клятву, не только себе, клятву, герою нашему покойному Ерболу, клятву его семье, что все-таки я напишу книгу, и чтобы его подвиг узнали все тюркские страны, все народы. Это Ербол как бы сейчас выступает мостом дружбы, солидарности, боевой солидарности, дружбы международными. Через 28 лет сейчас имя Ербола Баренбетова, как говорится, ожило. Его родители, мама и папа, они не дожили до этого. Они все 28 лет его ждали, ждали до последнего. Пусть он хоть какой, хоть где, но чтобы он появился. И даже всем они говорили, если где-то увидите Ербола, там посыпьте землю, если он где-то умер. Поэтому его братья Нурбол и Ержан, они все живут в том же ауле, где родился Ербол, и они являются семьей шахидов. Они официально признаны Азербайджаном. Он погиб за территориальную целостность Азербайджана, который официально признал весь мир. Ему всего было 19 лет тогда. Сейчас он покоится на аллее, его похоронили там. Похоронили по мусульманским обычаям, в белый саванн, как положено. И в этом сыграли большую роль его однополчане. Они до сих пор его посещают в могилу в день его рождения, 1 июля, и в день его гибели, 20 апреля. Я действительно всей душой, всем сердцем болею за Карабаха. Когда победили Шушу, я плакала, с флагом выбегала у нас в Алматы на гору, поднимала флаг. Я радуюсь этой победе. Я была в Шуше, я была в Шуше, посетила там все. И когда я узнала, что уже другие районы присоединились, освободили, возвратили их обратно. И когда я узнала, что Ханкинди, я его видела с горы, в Шуше его было прям видно. И думаю, когда этот Ханкинди будет все-таки нашим, я уже говорю нашим азербайджанским. И вот мечта, да, эта мечта сбылась. Я когда узнала, что Тертера освободили, когда Ханкинди, а Ходжалы это вообще... Я всегда писала везде, что Ходжалы надо вернуть в первую очередь в память о тех жертвах, которые погибли во время геноцида. Вот. Я про Ходжалы тоже написала книгу, это уже было в 18-м году. Вот. И вы знаете, когда президент Ильхам Алиев поднял флаг и говорил речь перед этим зданием, вы знаете, я плакала. Я плакала, я радовалась, потому что говорю, господи, наконец-то азербайджанский народ, 30 лет живя в оккупации, он стал счастливым, все вернулось назад. Я поздравляю весь азербайджанский народ с такой победой, и чтобы никогда больше не было войны. Я вообще восхищаюсь азербайджанским народом, их патриотизму, их любви к своей родине. Вот, знаете, даже во время войны, во время 30-летней оккупации народ не озлобился. Понимаете, не озлобился. Все равно у них есть чувство человечности, доброжелательности. И каждый азербайджанец, я знаю, что никогда не простит геноцид Ходжалы. Я это прекрасно знаю. Поэтому я очень рада и поздравляю, и горжусь Азербайджаном. Карабах – это Азербайджан.